Председатель правительства Чувашии проинспектировал ход строительства важных социальных объектов. В ближайшее время в Чебоксарах планируют открыть два детских сада, Центр по оказанию государственных услуг, физкультурно-спортивный комплекс и современную биатлонную базу. Успеют ли подрядчики возвести эти объекты в намеченные сроки, узнавали мои коллеги. До открытия этого детского сада остались считанные недели. Завершить строительство здания подрядчикам удалось меньше, чем за год. В ближайшее время сюда планируют привезти мебель и кухонное оборудование. В новом садике откроют 10 групп для 220 малышей. Были некоторые замечания со стороны надзорных органов, они тоже сегодня учтены и устранены. Поэтому осталась отделка, она всегда сложная и тем более не сопутствует погода. Поэтому есть уверенность, что сдадим, но проблемы, которые возникают, надо все равно решать. И, соответственно, к Новому году здесь стоит должна елка и дети должны радоваться. До конца этого года новоселье отметят не только здесь. В городе завершают строительство еще одного детского садика по улице 50 лет октября. Это реконструкция. Там тоже бывшее здание детского сада восстанавливается и, соответственно, возвращается в систему образования. Время есть еще, так что, я думаю, первой декабря все будет сделано. По графику ведется и реконструкция детско-юношеской спортивной школы по лыжным гонкам. В следующем году именно на ее базе должен заработать современный центр подготовки по биатлону. Подрядчики завершают ремонт в административном корпусе. Здесь оборудуют комфортные раздевалки, комментаторские кабины и трибуны для зрителей. В ближайшее время начнется строительство трассы и биатлонного стрельбища. Правда, эти работы планировалось начать раньше. Задержка произошла из-за того, что земельные участки находятся в лесном фонде. Соответственно, требуется решение правительства Российской Федерации. Ну и, соответственно, затянулась работа по переводу из лесного фонда, то есть в земли населенных пунктов. Эта работа сейчас завершается. Я думаю, что процесс пойдет живее. Чебоксары нуждаются в таком центре, отметил министр физической культуры и спорта. Здесь намерены проводить соревнования всероссийского уровня. Сама биатлонная трасса, освещенная, которая будет использоваться круглогодично, не только в зимнее время, и в летнее. Плюс ко всему, еще и трасса, она важна для легкоатлетов, для всех видов спорта. В Чебоксарах продолжается и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь намерены открыть бассейн, залы для занятий фитнесом и боксом. Все строящиеся объекты необходимо сдать в срок, отметил председатель правительства. Все вопросы по финансированию решены. В бюджете 2016 года средства на объекты заложены. Я думаю, что проблем с финансированием и строительством не будет. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.